МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8. В студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях дня. Сегодня в выпуске. Последние приготовления столичной улицы, где пройдет рождественская ярмарка, перекрывают. А скоро здесь установят елку. Ее привезли из Карпат. Примария, медучреждения и полиция наиболее подвержены коррупции. Рассказал об этом глава НЦБК Богдан Зубряно. Поведал о работе учреждения, которое он возглавил год назад. Париж готовится к протестам. Несмотря на уступки властей, манифестанты все равно намерены выйти на улицы в эту субботу. В столице уже закрыли Эйфелеву башню и подготовили десятки тысяч полицейских. О трагедии в прозе сестра Андрея Брагуцци выпустила книгу, в которой рассказала о постепших их семью горе. Предвыборная кампания еще не началась. А первые сообщения о нарушении избирательного кодекса уже поступили. На своей официальной странице демократы заявили, что социалисты, партия Действий, Солидарности и платформа Достоинства и Правда преждевременно выступили с предвыборной агитацией. Представители политформирования, в свою очередь, уверены, они закон не нарушали. В официальном пресс-релизе демократы заявили, что намерены проинформировать население, а также поставить в известность уполномоченные органы о преждевременной агитации, с которой выступили некоторые партии. В ДПМ считают, что социалисты нарушили избирательный кодекс, объявив своих кандидатов до 24 декабря, как того предусматривает закон, а глава государства Игорь Дадон неправомерно продвигает имидж формирования. Генеральный секретар ПСРМ Влад Батрынча, в свою очередь, заявил, что кандидаты не были представлены официально, а лишь внутри партии. Все опросы показали, что у ДПМ нет шансов сохранить парламентское большинство. Демпартия пытается заранее подготовить почву для отмены выборов 24 февраля, чтобы провести досрочные выборы в марте-апреле. Заявил социалист в Фейсбуке. На наш телефонный звонок советник президента Максим Лебединский не ответил. Ранее во время митинга социалистов президент Игорь Дадон заявил, что не видит никакой проблемы в том, что он продвигает имидж ПСРМ. Демократы в своем пресс-релизе отметили, что ДПС и ППДП тоже нарушают кодекс о выборах, продвигая интересы блока АКУМ, который даже не был официально зарегистрирован. ДПМ ссылается на распространение листовок и создание веб-сайта блока. Вице-председатель платформы «Да» говорит, что демократы должны следить за собственными нарушениями. Не было ни грамма нарушений. Мы не призываем граждан голосовать за АКУМ. Мы говорим о будущем блоке АКУМ и продвигаем взятые на себя обязательства. То же самое делала демократическая партия на митинге. Лидер ПАС считает, что демократы пытаются запугать оппозицию. Более того, государственным учреждениям советуют принять незамедлительные меры против оппонентов ДПМ. Концепцию предвыборной агитации предельно ясно определяет электоральное законодательство. И ни одно действие, упомянутое в коммунике ДПМ, предпринятое сторонниками двух партий, не вписывается в рамки предвыборной агитации. Сообщила Майя Санду в Фейсбуке. В своем пресс-релизе демократы заявили о создании рабочей группы экспертов и юристов, которые будут внимательно следить и сообщать обо всех нарушениях, выявленных до начала предвыборной кампании. Примары, врачи и полицейские наиболее подвержены коррупции, считает глава Национального центра по борьбе с коррупцией. Сегодня Богдан Зубряну отчитался перед журналистами о работе учреждения, которое он возглавил почти год назад. По его словам, с начала года офицеры НЦБК зарегистрировали 700 преступлений и задержали без малого 200 человек. По данным НЦБК, больше всего было выявлено коррупционных правонарушений около 600 случаев. 80 из них с участием сотрудников примарии и местных публичных администраций, 60 сотрудников больниц и других учреждений подведомственных Минздраву. 48 случаев связано с органами МВД. Далее следуют госучреждения, бюро адвокатов и сфера образования. По словам Богдана Зубряну, количество рассматриваемых на данном этапе дел еще больше. В 2018 году в ведении сотрудников органов уголовного преследования следователям НЦБК было более 1000 уголовных дел. Более половины были завершены, около 300 переданы в суд. Получается, где-то по уголовному делу в день передается в судебную инстанцию. Напомнил Зубряну и о громких уголовных делах уходящего года. Это операция, которую мы провели в отношении преподавательского состава экономической академии. В рамках этого дела были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых более 60 преподавателей. О том, почему задержанные по резонансным делам чиновники так и не попали за решетку, зумбряну предпочел не говорить. Это касается и дела Игоря Гомрецкого, которого приговорили к условному сроку, а высшая инстанция еще и восстановила его в правах занимать госдолжности. Не мы занимаемся этим делом. В суд результаты нашей работы направляют прокуроры. НЦБК не является стороной в судебном процессе. Юрист не комментирует решение суда. Нравится мне или нет, публично комментировать не могу. Богдан Зумбряну возглавил Национальный центр по борьбе с коррупцией 15 декабря 2017-го. Место освободилось после того, как Виорел Кетрару подал в отставку. Праздник к нам приходит. Рождественская ярмарка в центре столицы совсем скоро примет первых посетителей. Сегодня ровно в полночь улица 31 августа на участке, где будет расположена ярмарка, станет пешеходной. А уже завтра елку, подаренную правительством Румынии в Кишиневе, встретит экипаж конной полиции. Работа на улице 31 августа идет вовсю. Работники трудятся без выходных. Сегодня установили каток и гирлянды. Всего почти полкилометра ярких лампочек. Подходит к концу. Последний день. Завтра приедет машина, и мы сдадим объект. Всю воду залили. Уже замерзло. Завтра с утра тоже здесь будем. А выходные у вас есть или выходные тоже работаете? Ну, работаем по выходным тоже. Чтобы успеть, наверное, да? Сейчас очень много работы, так что приходится так. В полночь участок, где пройдет ярмарка, станет пешеходным. Дорожное движение будет перекрыто на отрезке между улицами Банилюск-Бадони и Пушкина. Пока не вижу особой красоты. Дело в том, что именно перекроют улицу. Будет плохо ходить транспорт. В Румынии проблемы черпала. Моя сестра скорее спать, идем к журам. Завтра в Кишинев доставят елку, подаренную правительством Румынии. 20-метровая ель выросла на склонах Карпат. Зеленую красавицу встретят помпезно. Экипаж конной полиции будет сопровождать ценный груз от здания Государственного университета медицины до улицы 31 августа, где установят елку. В этом году на обустройство рождественской ярмарки из госбюджета выделили 8 миллионов леев. Детская площадка стала яблоком раздора между жильцами одного из домов на Рыжкановке. К нам в редакцию люди обратились с просьбой разобраться, за чей счет построили эту игровую площадку. Одни говорят, что это подарок социалистов, другие утверждают, что проект построен на деньги при Марии. В целом, родители с детьми очень рады появлению новой зоны для отдыха, ведь, как они утверждают, раньше такого удовольствия у них не было. Недавно во дворе одной из столичных многоэтажек появилась обновленная детская площадка. Люди говорят, что в 2016 году они самостоятельно собрали подписи на постройку игровой зоны для детей и отправили запрос при Марию. Но, по словам некоторых жильцов, на открытии площадки присутствовал депутат от партии социалистов. Вот на том углу, где этот угол, вот эти качели, стоял новак депутат социалистов. Они открывали? Они открывали, да, они же были, потому что здесь шары были повесены. Жильцы подписи собирали еще год, полтора, два назад, если я не помню. И вроде бы при Марии дал согласие, а там вообще было предусмотрено имя при Марии. Потому что, конечно, многие там возникают вопросы, как же так при Марии может давать разрешение на строительство, там, скажем, или на монтаж разных вот этих снарядов для детей, да, когда существует наемный закон. Сказали, что при Марии. Собрали коллективные подписи, обратились в при Марии. Государство построило эту детскую площадку. Наши дети будут играть. Мы очень благодарны. Насколько я знаю, это инициатива партии социалистов. Собрали все ресурсы, подписи, и во дворах старых многоэтажек они восстанавливают детские площадки. Мы связались с депутатом Григорием Новаком. Он утверждает, что помог донести просьбы жильцов до местной публичной власти через советников. В то время, как представители при Марии говорят, что строительство площадки является частью муниципальной программы. Было обращение, их неписненное, чтобы им помогли в установке детской площадки, так как старая устарела. Я уже обратился к нашим муниципальным советникам, чтобы наши муниципальные советники помогли в решении этого вопроса. Эта часть муниципальной программы по обустройству детских площадок игровую зону обустроили на общественные средства. Мы, когда приехали на место сдавать объект в эксплуатацию, не было ни одного социалиста. Может, они потом устраивают мероприятие. Жильцы довольны детской площадкой, но вместе с этим хотели бы видеть обновленные дороги, парковочные места и чистый ухоженный двор. Аннегрет Крамп Каренбаур избрана председателем Христианско-демократического союза вместо канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют результаты голосования на съезде, который прошел сегодня в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавлявшая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС. Она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году. За Крамп Каренбаур, которая считается ближайшей соратницей Ангелы Меркель, проголосовали 517 делегатов. Ее соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса. Меркель занимала пост председателя ХДС на протяжении последних 18 лет. Во Франции закрывается Эйфелева башня. Правда, ненадолго, а на один день. В эту субботу закрыть парижскую достопримечательность решили из соображений безопасности, поскольку 8 октября в Париже запланирована очередная акция протеста желтых жилетов. Отмечается, что люди, купившие билеты, заранее получат денежную компенсацию. В день грядущих массовых протестов не будут работать и другие достопримечательности Парижа. Власти пообещали закрыть семь музеев. Кроме того, владельцев магазинов и ресторанов на Елисейских полях призвали закрыться в связи с акциями протеста. Обеспечивать порядок в этот день будут около сотни тысяч полицейских. Несмотря на множественные уступки, на которые пошли власти Франции, в частности, решение не поднимать цены на топливо весь следующий год, демонстранты не намерены отказываться от запланированного протеста. Накануне глава МВД призвал людей отказаться от этой идеи. А в администрации президента не скрывают о беспокойности в связи с тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе. Премьер Эдуард Филипп заявил, что власти предпримут исключительные меры безопасности в Париже и других районах страны. В Кирове Октябрьский районный суд удовлетворил иск Алексея Навального к местному управлению службы судебных приставов по поводу запрета на выезд из страны. Запрет признали незаконным в полном объеме. Решение приняли на основании постановления о возбуждении исполнительного производства об уплате за должности, которое тоже было признано незаконным. Из-за постановления Федеральной службы исполнения наказания Навальный 13 ноября не смог вылететь в Страсбург на рассмотрение собственного иска против Российской Федерации. Кроме того, оппозиционер собирается подать гражданский иск, чтобы взыскать стоимость неиспользованных билетов. Почетные награды нашли своих обладателей. Накануне в столице прошла ежегодная церемония награждения лучших журналистов страны. Золотые яблоки и дипломы вручали представители Центра независимой журналистики и члены Комитета за свободу прессы. Наш телеканал был удостоен специальной награды «Эволюция года». Почему мы «Эволюция года»? Наверное, это доверие, которое у нас есть друг другу, у нас в команде, в то время, когда в нас почти никто не верил. Год назад практически никто не давал нам шансов, что мы сможем выжить. Сегодня мы выступаем в качестве команды журналистов, у которых есть возможность свободно выражаться. Это наша самая большая гордость. Еще одна важная вещь – я хочу вас поблагодарить. Они нас атакуют, а вы нас поддерживаете. Спасибо. Специальные премии нашли своих лауреатов в категории «Надежда года», «Самый лучший влог», «Лучший медиапроект». Диплом за лучшее освещение событий в регионах получил проект «Нокт-МД», основанный автором программы «Регионалы» Михаилом Серкели. «Омммм, это очень интересный канал, справляю, это один новый нау, пляжа МАСМедия, Република М2. Это вопрос о... ...порталу «Нотка.мд». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Национальная премия в области журналистской этики и деантологии досталась изданию СП Бельцы. Я их перевожу как фильтруй базар, когда пишешь какие-нибудь гадости и пакости про независимую прессу Молдовы. Потому что за такой базар можно ответить. Церемония стала 22 по счету. Победителям в различных номинациях вручают золотое яблоко. Журналисты могли передать свои авторские материалы, а лучших выбирали члены административного совета Центра независимой журналистики. В память о погибшем брате сестра Андрея Брагуци, трагически скончавшегося в тюрьме после избиения сокамерников, написала книгу о постигшей их семью трагедии. Невидимая реальность. Так называется творение Натальи Брагуци. В ней автор рассказывает, как изменилась их жизнь после смерти родного человека и описывает подробности той страшной истории. Чужой человек собственным видением жизни считает, что ему можно все. У него нет представления о человечности, взаимопомощи, сочувствия. Но он уверен, что никакого наказания впоследствии не будет. После смерти брата Наталья решила нарушить молчание и рассказать о том, через что пришлось пройти их семье. В книге раскрываются новые детали произошедшего и рассказывается о том, как пресса вторглась в личную жизнь семьи. Жизнь и смерть моего брата, одного человека, сосредоточена в этой маленькой книге с большим смыслом. Эта книга, это моя боль. Это попытка достучаться до правды. Попытка моя. Все, что я могу делать, это говорить. И, как оказалось, писать. Я не писатель в прошлом. Я просто обычный человек. Книга «Невидимая реальность» пока доступна на одном из интернет-порталов. Деньги от ее продажи будут пожертвованы социальному проекту «Люби жизнь». На презентации книги были и родители автора, которые не смогли сдержать слез. Для хороших людей, которые любят жизнь, у которых в цене человечность, эта книга полезна. Я не знал обо всех деталях. Считают действия дочери криком в пустоту. Я очень хочу, чтобы благодаря моей книге для других людей события, которыми столкнулась моя семья, не имело места быть. И чтобы никому не пришлось проживать подобное. Были на презентации книги и адвокаты, которые занимаются этим резонансным делом. По их словам, судебный процесс, как и рассматривание новых улик, затягивается. Даже если было более 20 заседаний, удалось рассмотреть минимум видео. Мы на стадии ходатайства о рассмотрении новых доказательств. Если по первым двум делам незначительное затягивание, то по третьему уже существенное. Со дня смерти Андрея Брагуца прошло 15 месяцев, но состоялось всего три судебных заседания, и только два были существенными. Андрея Брагуцу задержали в прошлом году за превышение скорости. Родители мужчины говорят, что предупредили правоохранителей о том, что их сын состоял на учете психиатра. Но прокурор, тем не менее, настоял на его аресте. Ходатайство одобрил судья Юрий Абады. Через 10 дней после задержания Брагуца умер в тюрьме от двусторонней гнойной пневмонии. В заключении его жестоко избили сокамерники, причем полицейские о происходящем знали. Впоследствии дисциплинарная коллегия освободила от должности запросившего ордер на арест прокурора, а высший совет магистратуры уволил и судью. Избивших Брагуцу задержали и вместе с 13 полицейскими отправили в следственный изолятор. Защитники прав человека получили престижные премии. На прошедшей накануне гала ООН Ассоциация Промолекс была удостоена наградой в области продвижения прав человека. Почетную премию получила компания, которая предоставляет рабочие места для социального и зимы слоев населения. Гала ООН проходит ежегодно по случаю Международного дня защиты прав человека. Основной принцип устойчивого развития никого не оставлять позади. Это еще один способ сказать, что все люди рождаются свободными и равными в правах и достоинстве. Лауреатом премии ООН стала компания, которая удалось интегрировать людей социально уязвимых слоев населения. Это бывшие заключенные, люди, страдающие от гепатита С или ВИЧ-инфицированные. Директор компании рассказал о собственном опыте, о том, что у него был шанс на реабилитацию. Сейчас Владимир Гайц хочет подарить этот шанс другим. Десять лет употреблял наркотики в своей жизни, неоднократно был судим. И после последнего срока, когда я освободился, я решил поменять свою жизнь. Устроился работать. Через какое-то время стал уже руководителем оптовой торговли. И этот человек всегда мне говорит, слушай, Вова, у тебя есть потенциал, тебе надо открыть свою компанию. И в 2007 году я открыл все-таки свою компанию. Общество обычно таких людей не очень хорошо принимает на работу. Поэтому у меня появилась в сердце такая мысль создать компанию, которая будет представлять рабочие места таким людям, кем был я сам. Ассоциация «Промолекс» получила специальную награду за работу с социальными группами по информированию населения, а также за десятки реальных случаев, затрагивающих права человека, которые дошли до внутренних и международных инстанций. Права человека будут существовать, пока мы все будем бороться за них. Благодарю вас еще раз за высокую оценку всей команды «Промолекс». Я призываю вас продолжить вашу работу. Это нелегкий труд. Все больше экспертов из этой сферы и внешних партнеров говорят о выборочной юстиции, о нарушении права на самовыражение, о подрыве принципов демократии в Молдове. Лауреатов выбирали по итогам открытого конкурса. Организационный комитет изучил 41 кандидатуру. Члены комитета оценили креативность, настойчивость, преданность и мужество, проявленные в продвижении и защите прав человека. Гала проходит под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека уже 14 раз. 10 декабря исполняется 70 лет со дня принятия всеобщей декларации прав человека. Невероятная возможность поучаствовать в мастер-классе по изготовлению традиционных масок выдалась у взрослых и детей. Местные мастера поделились своим многолетним опытом в Национальном музее этнографии и естественной истории. На первый взгляд процесс работы кажется забавным, но, как оказалось, ручная работа требует большого терпения и внимания к мельчайшим деталям. Пока взрослые делали устрашающие маски, дети пытались воссоздать персонажей из сказок. Мастер-классе Маски могут подбодрить мир, очистить от всего зла, очистить мира и войти в Новый год полной радости жизни. Север славится лошадьми и козами, центр Молдовой козой, инструментом, именуемым в народе бухай и калятками. Дети-участники семинара прошли подготовку у настоящих профессионалов своего дела. Преимущество муки в том, что из нее легче лепить, придавая маске различные формы и приклеивается она лучше к маске, дольше держится. Это маска старца из натуральных материалов, овчины, ягненка. Всегда мастера. Наши предки использовали подручное сырье. Если они выращивали овец, значит у них был и материал для изготовления масок. Это была овечья шерсть, рага барана, копыта. Учительница труда говорит, что пришла в мастерскую вместе с учениками, чтобы поведать секреты ручной работы. Показать, что значит душевное тепло масок, потому что с сегодняшними технологиями как-то потерялась душа. Показать маска директором, овчины, посолOHе. На мастер-классе выступили ремесленники с 40-летним опытом в изготовлении традиционных масок. Самый важный этап – макет, затем облепить бумагой слое за слоем. Это занимает много времени, мне на маску нужно три дня. Дети справились, у каждого есть способности. Например, то, что делаю я, кажется грязной работой. Работы выставят в конце декабря вместе с коллекцией этнографического музея и коллекцией ремесленников. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте tv8.md. Я же напомню, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам, или же звоните по телефону, указанному на экране. Отличных вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор А.Семкин